на чумак тебе может дтп придется оформлять друзья всем привет как-то раз на нашем канале мы сравнивали на внедорожье полноприводные тигуан и форестер тогда получилось неплохо поэтому мы решили продолжить эту традицию и в этот раз взяли еще два полноприводных достаточно популярных и хорошо продаваемых кроссовера и так сегодня мы будем смотреть на обновленный nissan x-trail от 2018 года и mitsubishi outlander и тут наверное нужно поподробнее рассказать о характеристиках машин которые будут участвовать в этих заездах и так nissan x-trail с атмосферным мотором объемом 2 с половиной литра и мощностью 171 лошадиную силу при этом крутящий момент тут составляет 233 ньютон-метра все это дело тут работает с вариаторной коробкой передач в то же время у outlander а мотор объемом 2 и 4 литра мощность тут 167 лошадок а крутящий составляет 222 ньютона ну и конечно же коробка здесь тоже вариатор что касается геометрической проходимости то x-trail имеет 210 миллиметров клиренса угол въезда тут составляет 19 с половиной градусов а угол съезда 27 при этом заявленный клиренс у outlander составляет 215 миллиметров а углы въезда и съезда здесь равны и составляют 21 градус в общем и outlander x-trail по своим характеристикам во всяком случае на бумаге очень похоже к тому же похоже габариты машин к тому же обе тачки у нас обуты в зимнюю не шипованную резину и на самом деле было очень интересно посмотреть кто же из них будет круче вне асфальта мы начинаем наш маленький тур по уже полюбившимся нам местам едем по тому же маршруту на котором мы катались с видровером два раза один раз удачно второй раз нет сбросим расход проедемся у нас километров 20-30 есть по трассе будем ехать друг за другом соответственно будет максимально презентативные результаты потом мы сбросим их и замерим расход еще и по бездорожью на всем маршруте на этом x-trail я уже ездил во время его презентации конкретно на этой машине из киева в винницу в том числе по очень нехорошим или очень некачественным дорогам с кучей снега на то время и тогда расход у меня составил в районе 11 литров на сотню сейчас я все эти показатели сброшу и тем интереснее будет сравнить с outlander для справедливости эксперимента мы даже климат-контроль и одинаково установили на какую температуру 22 5 выключим выключили подогревы рулей сидений и естественно мы едем не на круиз-контроля я включил полный привод в режим эко сколько паскуда подсними сразу одним кадром у меня что-то не опускается 7 литров сейчас расход мы заканчиваем наш тест а у тебя сколько 6 и 8 паскуда 35 километров позади по достаточно хорошей дороге но главное что мы прям вот один к одному ехали но не так чтобы это влияло на расход то есть я держал дистанцию метров 150 где-то и расход у ниссана сейчас 6 8 литров у меня 7 ну как бы она видит выглядит более старая понятно что старый nissan x-trail жрал бы больше это мы вырежем важно то друзья что мы заправились одним и тем же бензиком на око это 95 бензин поэтому как бы а ты обычно 95 обычно 95 ну не к чему придраться в качестве следующего испытания мы выбрали то же место где в свое время тестировали cx 9 кстати тогда она заболела и диагональное вывешивание и и геометрической проходимости было недостаточно и конечно же интересно посмотреть как с этим местом справятся эти два кроссовера и заедет ну первое заедет второй тяжелее будет чего в прошлый раз на нее так тяжело было заезжать еще не еще не приехал но сейчас приедешь до есть нормально оооо побыстрей да да здесь побег хорош Ну, а дальше сила тяжести. Назад! 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 Да не газуй ты! Попробуй системы, стабы не отключай. Ну, чувак, тебе может ДТП придется оформлять? Ты как-то резко очень это все сделал. А ну, попробуй еще раз слегать. Ну да, чуть-чуть. Давай! О! Давай потихоньку вперед. Я чуть-чуть уперся правой стороной бампера, но мне кажется, я взял чуть-чуть левее. Если бы этого не было, то, скорее всего, прошел бы так же. После этого мы решили преодолеть еще один подъем, который со стороны казался довольно крутым, но, к сожалению, камера всего этого не передает. Ну и перед тем, как начать, я хочу вам посоветовать канал Сумы Рейсинг Тим. Во-первых, эти парни с большим опытом в автоспорте. Во-вторых, помимо привычных тест-драйвов, они часто проводят топливные эксперименты. Берут одну модель автомобиля, но в разных комплектациях с отличающимися коробками или моторами и выясняют разницу в расходе топлива. Ну и, наконец, они пилят проект по восстановлению и прокачке старика Паджера второго поколения. Поэтому, конечно же, заходите и смотрите ссылочки в описании. Не-не-не-не, назад! Надо чуть шустрее. Давай-давай-давай! Блин, нет! Стой, блин! О, чувак, а тут... Не-не-не, стой, стой! Это плохо, чувак! Это плохо! Нет, чувак, там реально перевернуться! Толкай передок от себя! Тут... Не... Толкай передок от себя! Ха-ха-ха! Здесь пластико... Ха-ха-ха-ха-ха! давай разок последний куда да вот наверх просто поеду так зачем но хочу посмотреть доедет 2 было повеселее почему потому что заезд как бы не очень тяжелые ни одна кстати машина не справилась с тем чтобы просто снизу заехать ну понятно рыхлый песок снег поэтому чуть взяли разгон с геометрической проходимостью справились все а вот дальше по первому разу дима остановился и машина начала нести в бок если бы не моя масса и сила я не подпер бы автомобиль а какой у тебя полный привод стоит а что у тебя за режим стоит лок но я включил и наконец мы сочинили сами себе испытания в виде небольшого но тем не менее крутого и скользкого холма который был нам впритык и по свесам и по углу рампы и конечно же принялись штурмовать это место мастерская Продолжение следует... Не, на самом деле, ассистенты отрабатывают до хрена хорошо. Их надо отключать, когда машина душится. Вот когда тебе ходом надо... Да, да, да. Тут я чувствую, что она уже стоит, а потом тыс и начинает тебя закусывать и вперёд пускать. Я думал, что это всё булщит. Не, не, не. Только когда ходом не даёт пройти... Надо пос... Стоп, стоп. Ну, неприятная ситуация, я бы так сказал. Ну, по чуть-чуть едет, давай. Вроде выше идёт. Да нормально. Иди. Только не отпускайся, потому что жопа так же может жаркаться. Потихоньку. Изи, изи. Давай, давай. Туда, туда, туда. Не юли. Стоп, 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 стоп. Мы сочинили ещё одно испытание для себя. Горка, на которую машины заехали вдвоём. Я удивился, кстати, потому что очень скользко. Сейчас мы начали съезжать, и первым съезжал Outlander. И он уперся губой в землю. Я думал, хана. Но, тем не менее, мы немножко, совсем чуть-чуть расчистили. И машина выехала. И сейчас попробовали с X-Trail. Я, честно говоря, думал, что он свободно проедет. Но по факту, когда видишь вживую, по одной колее, колесо в колесо, то машины очень близко идут. Они очень близко идут по расходу, по своим динамическим характеристикам. По... Вот по свесам и по всему остальному. Поэтому, ну, тяжело оценивать на самом деле, да? Ты ещё не выехал. Ты так уже говоришь, близко, близко. Я уже там, а ты ещё здесь. Ну, твой ножок и касался. Всё, аккуратненько, аккуратненько. Чисто. Просто прямо заезжай. В таком темпе за день мы проехали около 200 километров. При этом расход у X-Trail за это время поднялся до 10 литров на сотню. А Outlander показывал на своём бортовом компьютере 10,6 литров на 100 километров пути. В остальном, если же говорить о каких-то внедорожных испытаниях, то здесь выделить кого-то одного достаточно сложно. Кстати, ни одна муфта за время этих покатушек не была перегрета. Хотя, на самом деле, им и приходилось напрягаться. Обе машины шли буквально тютелька в тютельку. Хотя, на самом деле, вы и сами всё видели. Поэтому, очень интересно услышать ваше мнение. Кто же, по вашему мнению, был впереди. И какой из этих двух машин вы отдаёте своё предпочтение. Большое спасибо за то, что посмотрели этот видос. Обязательно поставьте под ним лайк. И подпишитесь на наш канал, если вы этого ещё не сделали. Всем удачи, спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша супер-грелочка от магазина «Фонарёкка». Мы даже взяли с собой спальники и карематы, на случай, если застрянем. Ну, походу, у нас столько испытаний нет, чтобы застревать. Да. Но чайку сейчас себе приготовим. Даже если бы костёр не развели, чаёк бы у нас был. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok